Алюминий. Этот металл не существует в природе в свободном состоянии, поэтому его получают электролизом креолитоглинозёмных расплавов. Креолит. Это комплексная соль. Она составляет 80-90% всей массы электролита. Основным сырьём для электролиза служит окись алюминия глинозём, занимающий не более 5-8% массы расплава. Это количество глинозёма хорошо растворяется в электролите. Кроме того, в креолитоглинозёмный электролит вводят до 6-10% различных добавок. Они улучшают свойства электролита, снижают температуру плавления и вязкость расплава, увеличивают его электропроводность и поверхностное натяжение на границе металл-электролит. Креолитоглинозёмный расплав очень агрессивен. Химически он взаимодействует со всеми материалами, кроме некоторых углеродистых. Молекулярное отношение фтористого натрия к фтористому алюминию, так называемое креолитовое отношение, важная характеристика состава электролита. Обычно оно равно 2,6-2,8. При его изменении уменьшается выход алюминия по току. Поэтому во время электролиза важно поддерживать стабильный состав электролита. Рассмотрим, как устроен агрегат для получения алюминия. Электролизёр. Он состоит из катодного устройства, анодной системы, ошиновки и опорных металлоконструкций. Катодное устройство электролизёра представляет собой металлический кожух жёсткой конструкции, футированный изнутри шамотным кирпичом. Изнутри кожух ванны защищён угольными плитами и блоками. Катодные блоки, скреплённые чугуном с остальными стержнями, образуют подовые секции, которые укладываются на подушки из угольной подовой массы. Так выглядит полностью смонтированная падина алюминиевой ванны. Анодное устройство электролизёра состоит из 20 и более анодов. Каждый из них монтируется из предварительно обожжённых угольных блоков, в которые заливаются чугуном стальные ниппели анододержателей. Особыми винтовыми зажимами анододержателей крепятся к анодным шинам, выполняющим одновременно роль несущей рамы. Рама изолирована от катодного кожуха. С помощью электродвигателя, редуктора и домкратов, рама может перемещаться в вертикальной плоскости. Во время электролиза, по мере сгорания анодов, рама опускается вниз. Для защиты персонала от воздействия вредных газов, электролизёр имеет укрытие рамно-створчатого типа, закреплённое на шарнирах. При обработке электролизёра, створки укрытия электроприводом поднимаются и обеспечивают рабочим доступ к ванне. Торцевые стороны электролизёра имеют постоянную герметическую обшивку. Эффективность такого укрытия 95%. Ошиновка электролизёра выполнена так. Сначала электрический ток идёт по анодным стоякам к анодной шине и через анододержатели попадает в анодные блоки. С них ток проходит через электролит, нагревает его за счёт джоулевого тепла и осуществляет электролиз. Затем ток по катодной шине направляется к следующему электролизёру. Выбор ошиновки очень важен. При одностороннем подводе тока магнитные поля создают перекос металла в ванне, что приводит к нарушению межполезного расстояния и неравномерному сгоранию анодов. Это снижает выход алюминия по току. Двухсторонний подвод тока к аноду наоборот ослабляет величину магнитных полей. Металл занимает горизонтальное положение. Межполезные расстояния не изменяются и процесс электролиза протекает нормально. Каков же механизм электролиза? Расплавленный креолит диссоциирует на положительно заряженные катионы натрия и отрицательно заряженные комплексные анионы. При температуре плавления связи между алюминием и фтором в комплексных ионах могут разрываться. И тогда комплексный ион частично распадает на более простые ионы. При введении глинозема в расплав структура электролита значительно усложняется. Растворение глинозема сопровождается образованием в электролите оксифторидных комплексов. Ионы алюминия и кислорода сильнее комплексообразователей. Поэтому их существование в расплаве в свободном виде маловероятно. В упрощенном виде электролит можно представить состоящим из двух видов ионов катионов натрия и комплексных анионов. В процессе электролиза перенос тока осуществляют в основном наиболее подвижные из всех ионы натрия. Разряжаться же на катоде сначала будут ионы алюминия, как имеющие более положительный потенциал выделения по сравнению с другими катионами. Поэтому при катодном разряде основным процессом является восстановление алюминия из комплексного иона, содержащего алюминий. Алюминий, как более тяжелый по сравнению с электролитом, накапливается на дне электролизера. Происходят сложные явления и у анода. К нему перемещаются отрицательно заряженные анионы. Однако первым разряжаться будет кислородный ион из комплексного аниона, как имеющий более отрицательный потенциал разряда. Одновременно с разрядом ионов происходит адсорбция томарного кислорода углеродом с образованием промежуточных окислов. Их разложение и десорбция газообразной углекислоты с поверхности анода является наиболее замедленной стадией. Она определяет значительное перенапряжение на аноде. Теоретически в процессе электролиза расходуются глинозем, углерод и электроэнергия, необходимые для разложения глинозема и поддержания рабочей температуры. На получение одной тонны алюминия затрачивается около 14,5 тысяч киловатт-часов электроэнергии. В процессе электролиза образующийся в ванне алюминий частично взаимодействует с компонентами электролита, фторидами натрия и алюминия. Натрий, диффундируя через толщу алюминия, проникает в угольную падину ванны и разрушает углеродистые материалы. Субфториды алюминия, попадая в прианодное пространство, окисляются углекислым газом, что является основной причиной снижения выхода металла потоку до 85-87%. Кроме того, эта реакция увеличивает содержание окиси углерода в анодных газах. На выход алюминия по току влияет также температура электролита. Поддержанию ее способствуют бортовые настыли и гарнисаж, играющие роль футировки и терморегуляторов электролизера. Температурный режим во многом зависит от межполюсного расстояния. Обычно оно колеблется в пределах 4-6 сантиметров. Если его уменьшить, то сразу уменьшится также и расход тока на тонну алюминия. Однако при этом возрастет вероятность обратного окисления металла анодными газами. Увеличение же расстояния ведет к перегреву электролита и нарушению нормального хода электролиза. Обслуживание электролизеров включает ряд основных операций. Они ведутся строго регламентированно с помощью специальных машин и механизмов. обрабатывая ванну, машина пробивает корку и лежащий на ней глинозем сразу же поступает в электролит. На вновь образовавшуюся корку самоходная тележка-бункер насыпает очередную порцию глинозема для его предварительной просушки и подогрева. На ряде заводов эти раздельные операции одновременно производит напольно-рельсовая машина. За час она обслуживает 50 электролизеров. Разработаны также и автоматические системы питания ванн глиноземом штоковые питатели. Они пробивают в корке небольшое отверстие и подают в него из дозатора определенную порцию глинозема. Устройство работает по заданной программе. Для автоматического регулирования положения анодов служит система алюминий-3. В процессе электролиза электроды сгорают. когда снизу до стального ниппеля остается слой углерода толщиной в 12-13 сантиметров агарок анода удаляют. А на его место устанавливают новый анод. Установка анода по глубине его погружения в электролит выполняется с большой точностью так как от этого во многом зависит нормальная работа ванны. При этом соблюдается шахматный порядок расположения анодов. Рядом с каждым новым анодом обязательно должен стоять агарок как в первом так и во втором. Это необходимо для равномерного распределения токовой нагрузки. Во время электролиза производится корректирование состава электролита в торсаляне. Для этого рабочие периодически отбирают пробу, которая затем поступает в лабораторию для кристаллооптического анализа. Важное значение, как мы увидим дальше, имеет содержание глинозема в электролите. Если глинозема достаточно, он хорошо смачивает анод. Напряжение на ванне 4-4,5 вольта. Газообразные продукты не удерживаются на поверхности анода и выходят из электролита в виде мелких пузырьков. При значительном обеднении электролита глиноземом поверхность анода пассивируется. Потенциал его возрастает, что приводит к разряду вторсодержащих ионов. В итоге смачивание анода ухудшается, а на его поверхности пузырьки образуют сплошную газовую пленку. Электросопротивление на границе анод-электролит увеличивается. Напряжение скачком возрастает в 10 и более раз. На подушве анода появляются сильные искровые разряды. Так на ванне возникает анодный эффект. Чтобы ликвидировать его, в ванну вводят глинозем, а электролит тщательно перемешивает газами от сухой перегонки древесины. после этого нормальный режим восстанавливается. Затем ванну обрабатывают и подсыпают глинозем по одной и одной сторон. Современные алюминиевые заводы строятся по типовым проектам с учетом новейших достижений науки и техники. Электролизный цех завода состоит из нескольких серий. Серия это группа из 170-180 электролизеров, соединенных последовательно и подключенных к одному источнику постоянного тока. Серия размещается в двух корпусах, в которых электролизеры обычно располагают в два ряда. Широкие проезды, механизация процессов облегчают доставку металла и материалов. Так, глинозем со склада сначала поступает в силосные башни, а затем в самоходных бункерах уже доставляется к ваннам. Выливка алюминия заключительная операция по обслуживанию электролизера. Как правило, ее проводят раз в сутки. Извлекаемый из ванн черновой металл содержит некоторое количество примесей. Чтобы устранить их, алюминий рафинируют. металл в ковшах транспортируют в литейное отделение. Здесь его предварительно взбешивают и переливают в миксер. В миксере алюминий отстаивают и производят окончательную коррекцию состава. Нагретый металл разливают в изложницы литейной машины для получения полуфабриката алюминиевых чушек. Все трудоемкие операции здесь также механизированы. Готовые штабеля чушек поступают затем на склад. в настоящее время на специальных машинах полунепрерывного литья получают наиболее выгодную продукцию алюминиевых заводов. Крупногабаритные слитки различной формы и веса. широко известна в промышленности особенно электротехнической алюминиевая катанка. Для ее получения жидкие алюминии в кристаллизаторе сначала превращают в бесконечный трапециевидный пруток который затем проходит через серию обжимных клетей пока не превращается в проволоку заданного диаметра. Металлом социализма пророчески назвал алюминий Николай Гаврилов Чернышевский еще сто лет назад. Практически необъятна сфера применения этого металла равнопринадлежащего и настоящему и будущему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok